Привет всем любителям самолетов и квадрокоптеров! У меня есть сегодня для вас замечательная новость и информация, которая, я думаю, вам 100% понравится. Так, поехали! Новички, я думаю, не знают, что еще буквально 3-5 лет назад для того, чтобы получить какую-то информацию с борта самолета либо квадрокоптера, необходимо было ставить вот такие вот огромные тяжелые устройства. В данном случае это модули на 433 МГц, и они позволяли передавать телеметрию с борта на ноутбук либо планшет. То есть на борт вставилась вот такая вот штука, размером с квадрокоптер, а в телефон либо в компьютер вставлялась вот такая вот штука, тоже можете оценить ее размеры. Но в 2020 году все это вам не нужно. Все, что вам нужно, это вот такая вот маленькая штучка под названием FR-Sky R9MM, либо R9M Mini, либо другой, который с Diversity. Все, что вам нужно, это подключить правильно его к полетному контроллеру и настроить полетный контроллер на передачу FR-Sky телеметрии. И в этом видео я вам покажу, как это сделать для Betaflight и для ArduPilot. Итак, показываю на примере полетного контроллера Omnibus и прошивки Betaflight и приемника R9MM. У приемника R9MM имеется два выхода из порта. Первый, второй. Объясняю, в чем разница. На этом выходе из порта сигнал инвертированный, что означает, нужно подключать его к полетному контроллеру либо через программный инвертор, если процессор поддерживает инвертирование сигнала, либо через Soft Serial, либо через аппаратный инвертор на базе транзистора, либо еще чего-то там. Но вот этот порт, он инвертированный из порт, что означает неинвертированный. Такая вот терминология у FR-Sky. Что нам это дает? А это нам дает, что можно подключать вот этот порт, инвертированный из порт, напрямую к последовательному порту полетного контроллера, без всяких инверторов, без ничего. Что я и сделал. Я подпаял этот проводок зелененький к инвертор ТС-порт и подключил к УАРТ-3 полетного контроллера. Далее покажу, как был сконфигурирован сам полетный контроллер. Итак, подключаемся к полетному контроллеру, идем на вкладку порты, находим тот порт, к которому подключен приемник R9M, в данном случае у меня используется УАРТ-3, и включаю на нем угол от телеметрии в формате смарт-порт и нажимаю кнопку сохранить и перезагрузить обязательно. иначе и параметры не сохранятся. Далее иду на вкладку конфигурации, раздел прочий функционал, и тут необходимо включить выход телеметрии. Также включаю ее и нажимаю сохранить и перезагрузить. После этого телеметрия начинает работать. В принципе, все. Минимум настроек и телеметрия с полетного контроллера поступает на приемник R9M и передается в аппаратуру. Теперь расскажу, как это можно сделать для прошивки ArduPilot на примере полетного контроллера PIX Racer. Вот он у меня, полетный контроллер PIX Racer. Отличие его, то что он имеет уже аппаратный инвертор на плате и отдельный разъем под FR-Sky телеметрию. И подключается она двумя проводочками. Распиновку сейчас покажу на картинке. Вот, то есть просто подключаются IN и OUT пины этого разъема. Они соединяются в кучу. Вот тут у меня спайка соединения. И подключаются уже к классическому инвертированному S-порт. К этому пину я подключил. Поскольку инвертор есть уже на самом PIX Racer. Если же подключать к какому-то другому порту, допустим, какой у меня там свободный, у меня свободный, ну, допустим, вот этот последовательный порт свободен, да? Если бы я к нему подключал, то я бы уже подключал именно через инвертированный S-порт. Понимаете разницу, да? Все, так же соединил, спаял. И теперь опять же перехожу к настройке PIX Racer. Там тоже минимум настройки. Сейчас покажу вам. Подключаюсь к полетному контроллеру PIX Racer через программу Mission Planner. Иду в раздел Config, Full Parameter 3. Здесь я ищу раздел Serial 4. То есть тот порт, который ответственен за FRSky телеметрию, имеет имя Serial 4. И назначаю протокол 10. То есть FRSky Sport Passroom. По идее, Serial 4 Bout выставлять не нужно, поскольку скорость, она в коде жестко прописана. Но я на всякий случай прописал. Должна быть она 57600. После этого нажимаю в Write Parance и обязательно перезагружаю полетный контроллер. После этого телеметрия начинает работать. Теперь приходим к передатчику и к модулю передатчика. Передатчик у меня Tourniper 9XR, старая версия. Модуль FRSky R9M 2019 года. Вот, там написано, что-то, да? Видно? Да, 2019. Прошит он последней актуальной прошивкой. Версию я тоже напишу в описании под видео. Не Access. Хоть тут и написано, что Access, но я его прошил в, как там называется, ACCST, старая технология FRSky. Потому что я предположил, что Access на 9XR не заработает. Я, конечно, не проверял. Ну, мне лень проверять, если честно. Вот, поэтому я прошил в старую прошивку. И она отлично работает с 9XR. Вот. Обладатели Taranis, конечно, могут пользоваться встроенным Bluetooth-адаптером и всяких там хорусов и так далее. Но у меня 9XR, поэтому мне потребовалось дополнительно спаять вот такую вот штучку. Это Bluetooth-адаптер. Продается на Алиэкспрессе. Стоит, там, не знаю, 2-3 бакса. HC05, либо HC06. Он конфигурируется. По сути, там нужно задать скорость порта. 57600 и, в принципе, и все. Для красоты можно задать имя точки доступа, которое будет видно на смартфоне, и пароль, чтобы никто чужой не подключился. Хотя, конечно, задавать имя точки доступа и пароль нестандартный, не обязательно. Поскольку, хотя протокол и разъем S-порт и двунаправленный, то есть можно как принимать данные, так и передавать, но к Bluetooth-у подключается провод только к RX-у. То есть данные в Bluetooth только поступают. Передавать невозможно. То есть никто хакнуть не может. Ваш самолет, либо квадрокоптер по Bluetooth-у. Даже если и подключится. Он только может слушать данные с вашего самолета, либо коптера. А сможет ли он их расшифровать? Ну, только если человек знает, что это у вас там ArduPilot, либо Betaflight, либо iNav. Поэтому я в этом очень сильно сомневаюсь, что кто-то будет что-то слушать. Итак, на смартфоне используется приложение Telemetry Viewer. Начинаем проверять Betaflight. Нажимаю Connect, Bluetooth и выбираю имя Bluetooth-адаптера. Подключается. И что я вижу? Что-то она забудела на улице. И все. Я подключился к полетнику Betaflight. Я вижу напряжение. Текущий потребляемый ток. Суммарно потребленный ток. Если бы тут был GPS, я бы еще, наверное, видел координаты. Видел бы, конечно, спутников. Какую-нибудь другую информацию. Flight Mode. В общем, Flight Mode у меня не настроены. Ничего не настроено. Еще пока тут собирается квадрокоптер. Вот. То есть на Betaflight работает. Теперь я отключаюсь и проверю и проверю самолет. Так. Я подключил самолет. Также подключаю Bluetooth-модуль. Также вижу потребление тока, напряжение. И сейчас спутники ловятся. Сейчас, я думаю, когда 3D-Fix появится, я увижу координаты. Вот. Спутники начали ловиться. И я вижу координаты. Точнее, вижу свою точку, где я нахожусь сейчас. Ну, собственно, все. То есть работает Pitch Roll. Правильно работает, да? И работает правильно угадатель направления, куда я сейчас направляю. То есть сейчас я направил его практически на юг и он у меня смотрит на юг. Сейчас направлю на север и вот он смотрит на север. Все, ArduPilot работает. В описании к видео я оставлю ссылки на это приложение, на проект на GitHub. Если вам понравится это приложение и вы будете им пользоваться, то поддержите обязательно автора этого предложения. Пишитесь там на его канал. На сайте, на GitHub будет. Да, я, наверное, в описании к видео тоже оставлю ссылку на его канал. Изначально это приложение работало только с iNow и Betafly, но ваш покорный слуга провел некоторую работу. Теперь это приложение совместимо с ArduCopter, ArduPilot, ArduPlan показывает полетные режимы все. Также показывает трек полета самолета. То есть его искать будет лучше в случае чего. В общем, клевое приложение. Давайте, подписывайтесь, поддерживайте нас. Конечно, кто-то может сказать, что сейчас есть всякие аппаратуры, которые поддерживают телеметрию, которую отображают на экранчике. Но, ребята, у меня старая древняя Tourney G9XR без телеметрийных возможностей. У меня нет особого желания лезть внутрь, перепаивать, делать телеметрийный мод, поскольку все это можно вывести на смартфон, что гораздо лучше, удобнее и функциональнее, чем рассматривать вот это вот все на экранчике пульта. Пожалуй, на сегодня это все. Все, что я хотел рассказать и показать, я вам показал. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, распространяйте это видео, делитесь с друзьями о том, что есть вот такое замечательное приложение. Всем пока, до новых встреч! Продолжение следует...